К нам присоединяется Ольга Курносова, российский политический аналитик. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Доброго дня. Давайте начнем с будущей так называемой инаугурации Путина. Есть сообщение, что российские власти усилят меры безопасности перед ней. Она, напомню, состоится 7 мая, по крайней мере запланирована на эту дату. И вот хотят в Москве стянуть и дополнительные системы ПВО, установить сверхмощные средства радиоэлектронной борьбы. Но вот что еще интересно. Всем оставшимся на связи наемникам из ЧВК «Вагнер» через кураторов сообщили, что они не должны выходить из дома даже в этот день. Почему так? Почему такие меры безопасности предпринимают? И вот еще какой интересный вопрос. Будет ли на торжестве по-вашему настоящий Путин или двойник? Почему боятся вагнеровцев? Понятно. Есть память, с одной стороны, о марше Пригожина. А с другой стороны, они прекрасно понимают, что вагнеровцы не идиоты и понимают, кто убил Пригожина. И, соответственно, на всякий случай, что называется, меры профилактирования. Но мы прекрасно понимаем, что, как всегда происходит в этих случаях, там вокруг везде будут снайперы, будут подавляться вообще все сигналы GPS на подлете к Кремлю и на подходе. Ничего работать не будет, собственно, не только вагнеровцев. Там особенно и людям-то запрещают высовываться даже в окна или открывать окна, которые выходят, условно говоря, на Кремль. Понятное дело, что таких окон не так много, но тем не менее. Потому что если подойдешь не туда, так и снайпер может и в окно бабахнуть. Мало ли что. Понятное дело, что такова цена народной любви, в кавычках, к Путину. То есть, казалось бы, у тебя такой бешеный процент на псевдовыборах. Чего же ты так боишься-то? В нормальных странах лидеры стран, короли, по улице ходят, в магазин заходят, на велосипеде ездят, а тут к Красной площади не подойти, в окно не высунуться. Вдруг что-то будет. Ну и сразу же, отвечая на второй вопрос, конечно, будет сам Путин. Потому что именно потому, что вот эти меры, я напоминаю, там еще совершенно дикие меры по поводу ковида, как обычно. То есть до сих пор Путин совершенно бешено боится ковида. И всех тех, кто приглашены на инаугурацию, заставляют пройти тест заранее, иметь его там в бумажном или в электронном виде, и проходить еще экспресс-тест перед отъездом, собственно, в Кремль. Например, депутаты государственной дома будут собирать у самого здания на охотном ряду, сажать в автобусе, но нужно предъявить там паспорт, пройти обыск ФСОшной, предъявить тест и так далее, и так далее. Вот такой страх не только обычных людей, но даже своих приближенных. Ну, действительно, было бы интересно, если бы трансляция была события, не самой инаугурации. Мне кажется, намного интереснее посмотреть, как вот проходит вот эта процедура, как в автобус первые лица российские садятся и проходят эти тесты. Ну, это отвлеклись. Следующая новость. Депутат законодательной думы Томска Екатерина Сапканюк назвала россиян, безработных россиян, червями на теле и предложила создать трудовые лагеря, которые, возродить их, да, по сути, которые были в Советском Союзе. Вот она и сказала, что это все было, давайте снова это сделаем, ведь есть масса людей, которые не хотят работать. Как вы думаете, возможен ли вариант вот такого возрождения лагерей этих? Ну, сегодня в России, возможно, практически все. Но если уж говорить, червей на теле, то как сама гражданка Сапканюк или как там ее, и все остальные чиновники, есть самые настоящие черви, потому что они не только, собственно, не работают, а делают жизнь россиян все хуже и хуже, и при этом получают огромные деньги. Вот уж если говорить про червей, так, мне кажется, чиновники, самые главные черви есть. Но вот при этом россияне жалуются, что нет рабочих рук и не дают приезжать трудовым мигрантам. Уже несколько недель, мы знаем, терроризируют граждан Таджикистана, а теперь российские пограничники начали массово отказывать во въезде гражданам Узбекистана и гражданам Кыргызстана. С такой проблемой иностранцы сталкиваются в последнее время в аэропортах и на наземных пунктах пропуска. А чем граждане этих стран не угодили? Ну, видимо, боятся какого-то роста протестов мусульман. Да, и им, наверное, кажется, что из этих бывших республик Средней Азии могут приехать какие-то опасные граждане и что-то такое страшное сделать в России. На мой взгляд, это, с одной стороны, попытка искать не там, где потеряла под фонарем. Это же так просто взять и всем что-то запретить. Гораздо проще, чем действительно искать, например, настоящих террористов. При том, что, как мы понимаем, мы это много раз обсуждали, и когда обсуждали теракт в Крокусе, я не верю, что ФСБ об этом не знало. Не только потому, что разведки предупреждали, но и потому, что, на самом деле, все заметные террористические группы находятся под колпаком у ФСБ. Но для того, чтобы продемонстрировать, что они работают, вот они это делают. Давайте не будем забывать, что очень высокие сейчас выросли антимигрантские настроения. Поэтому, чтобы внутри России этот градус не поднялся еще выше, чтобы это не перешло в какие-то несанкционированные акции, которых они так боятся, они решили, что просто не будут пускать. Но что при этом они будут делать с рабочими руками, совершенно непонятно. Потому что им, с одной стороны, нужны люди на войне, чтобы их там убивать, и чтобы они сами убивали, а с другой стороны, работать-то некому. И, мне кажется, сегодня у кремля на этот вопрос пока ответа нет. Вот, кстати, один из примеров недавних губернатор Курской области сообщил, что подписал постановление о запрете трудовым мигрантам работать таксистами. И ранее мигрантам ограничивали трудовые права в нескольких других регионах России. Если говорить в целом, к чему приведет такое гонение? Ну, ни к чему хорошему не приведет, потому что, собственно, это разогревает. И это и так, как я уже сказала, достаточно высокий уровень ксенофобии внутри самой страны. А почему запрещают мигрантам работать таксистами? Ну, потому что люди возмущаются. Некоторые не хотят с представителями другой национальности ехать в такси. Какие-то стычки возникают, драки. А подчас и даже какая-то поножовщина. Поэтому такие случаи есть. И таких случаев, наверное, еще больше есть. Только то, что мы знаем. А наверняка многие случаи просто стараются не впустить в публичное поле. Собственно, отсюда это все происходит. При том, что на самом деле в такси как раз очень много мигрантов работает. Такси, курьеры, различные производства. Это вот все места, где работают мигранты. И куда, что будет происходить без мигрантов, совершенно непонятно. А то уже очевидно, что стоимость проезда в такси точно вырастет. Просто потому, что машин будет гораздо меньше. Ну, кстати, пытаются как-то оправдать вот это давление на мигрантов. И вот есть заявление, что нелегальная миграция является источником крупных рисков и создает условия для развала страны. Это сказал секретарь Совбеза РФ Патрушев на международной встрече по вопросам безопасности. Она была в Санкт-Петербурге. Как думаете, это заявление, это оправдание действий власти или действительно видят какие-то реальные угрозы? Ну, это, конечно, не первое бредовое высказывание, которое мы слышим из уст Николая Патрушева. И это, конечно же, оправдание действий власти. Просто потому, что что такое нелегальная миграция, когда есть закон о въезде-выезде между всеми странами. То есть, условно говоря, если вам что-то хочется изменить, ну, например, изменить безвизовый порядок въезда, ничто не мешает везти, ну, как есть со многими странами сейчас, электронная виза. Когда ты предупреждаешь по электронной почте за 48 часов, например, что ты въезжаешь в страну, у посольства есть возможность тебя проверить и согласовать себе такую визу. Но для этого же в Министерстве иностранных дел нужно работать. А сегодня Министерство иностранных дел, как мы знаем, больше всего любит тоже нести какую-то ахинею или охотится в разных странах за теми россиянами, которых нужно доставить в страну, чтобы показать насудить. Ну, не только мигранты едут в Россию. Уехавшие от войны и мобилизации россияне вынуждены возвращаться в Россию из-за проблем. С документами, работой, какими-то банковскими переводами. Это вот следует из данных фирмы, которая специализируется на услугах по переезду за рубеж. Блумберг написал об этом. И вот они приводят статистику, что порядка 40-45% тех, кто покинул Россию в 2022 году, уже вернулись обратно. Так вот, почему у россиян не получается надолго задержаться, устроиться в цивилизованном мире? Ну, как мы знаем, сегодня действительно человеку с красным паспортом, у россиян до сих пор основной цвет паспорта красный, устроиться на работу, открыть банковский счет. Все это действительно очень тяжело. Во многих странах, ну, например, в той же самой Польше, когда человек приходит устраиваться на работу и говорит, что у него российское гражданство, он сразу получает отказ. Соответственно, для того, чтобы открыть банковский счет, нужны недюжинные усилия. Потому что по дефолту, по умолчанию, все банки стараются россиянам счета не открывать вообще. И понятное дело, что если у тебя не настолько острая ситуация, что тебя угрожает посадка, как только ты вернешься в Россию, многие идут по пути именно меньшего сопротивления и возвращаются. И в этом смысле не случайно, кстати говоря, в последнем решении, по-моему, Европарламента, была рекомендация все-таки как-то облегчить для антивоенно настроенных россиян возможности, что называется, жизнеустройства в цивилизованном мире. То есть если уж человек получил, если уж он приехал, если он получил визу, то, по крайней мере, странно не давать ничего, не давать возможности там просто работать. Но почему это происходит? Ну потому что, опять-таки, тут уже вступает в силу такое, знаете ли, чиновникам тоже надо отчитываться, и на Западе тоже. И чем ловить конкретных шпионов или тех людей, которые еще не находятся под санкциями, но совершенно очевидно помогают режиму Путина, Путин-Ферштейра, ловить богатых людей. Это сложно, это не всегда легко и может создавать проблемы для конкретного чиновника, а просто ввести общий запрет для всех россиян, это гораздо проще. Ну вот еще одна новость, довольно громкая, которая вызвала обсуждение и в соцсетях, в интернете. Фигурант громкого дела о каннибализме Дмитрий Малышев вышел из колонии и поехал воевать в Украину. Людоед на фронт отправился, да, якобы по идейным соображениям, он так, по крайней мере, выражается, чтобы бороться с западными ценностями. Ну вот как вам такое заявление и, собственно, вообще это событие? Почему таких осужденных выпускают? Мне кажется, это очень естественно для современной российской власти, потому что, безусловно, людоедство, каннибализм не является западной ценностью. Но, видимо, людоедство является ценностью сегодняшних российских властей. Собственно, если Путину совершенно наплевать на всех людей, неважно, какого гражданства или национальности они есть, если он готов убивать людей пачками, ну а кто-то пошел дальше, не только убивает, но еще и съедает. Мне кажется, если бы Путин, так сказать, пообщался с этим каннибалом, может быть, он тоже бы поменял свое меню. Почему бы не начать есть печень своих врагов? Это никаких проблем бы с точки зрения эмпатии, которой у Путина нет, у Путина бы точно не возникло. То есть такая армия людоедов, да, можно сказать, действительно, это уже, ну, как будто бы читаешь рассказ Толкина, но на самом деле это происходит в реальной жизни. Так или иначе, перейдем давайте к другой теме. Уже не одну неделю в Грузии продолжаются масштабные протесты. В середине апреля они начались. Активные протесты, столкновения есть с полицией. Причина это скандальный закон об иноагентах. Как вы расцениваете происходящее там, и вот есть ли след российский там? Ну, не то, что след, я бы сказала следище, потому что Бензин Эйванишвили, лидер правящей партии «Грузинская мечта», он, конечно же, российский олигарх. И деньги он зарабатывает в первую очередь в коллаборации, взаимодействии с Кремлем. Поэтому, конечно же, вот это его желание остаться у власти любым способом, в том числе для того, чтобы сохранить возможность для себя дальнейшей работы с Россией. И для него это критически важно. Поэтому, конечно же, это не просто пророссийский закон. Это российский способ разборок с оппозицией, с теми, кто не согласен. Попытка сделать так, чтобы грузины перестали защищать свою свободу, свою независимость. Надо сказать, что в Грузии очень много россиян, которые уехали. Есть и те, кто уже успели, ну, те, кто уехал давно получить грузинское гражданство. Например, наш депутат Съезда народных депутатов Виталий Скобеда тоже каждый день на протестах. Или Николай Лепшевц много пишет тоже про протесты, на которых он находится. Поэтому большинство оппозиционно настроенных россиян, находящихся в Грузии, сейчас вместе с грузинами на проспекте Ростовеля. Ну, действительно, видим мы каждый день, да, что там, так или иначе, стычки происходят. Будем следить за этой ситуацией. Ну, вот в Москве, в Москве сейчас готовится активно, ну, кто-то отдыхает на майские праздники, а кто-то готовится активно к празднованию Дня Победы. И в Москве открылась выставка западной военной техники, которую захватили российские оккупанты в Украине и представили 32 единицы тяжелой техники, в том числе танк «Абрамс» американского производства, «Леопард» немецкого производства и машину «Брэдли» американского производства. Пресс-секретарь Кремля Песков назвал выставку «блестящей идеей». Чем же она блестящая, как вы думаете? Ну, по большому счету, я помню, что, может быть, я что-то путаю, но даже не в 22-м, в 21-м году точно в Киеве была выставка трофейной техники. Но мне кажется, даже после 14-го года уже, так сказать, какие-то такие выставки проходили. Так что, по большому счету, как обычно, ноль своего креатива, а украли идею, по большому счету, у украинцев, которые такую выставку давным-давно делали. Поэтому, что им тут нравится, ну, тоже понятно почему. Надо же хоть какие-то победы демонстрировать, потому что побед-то нет никаких. Вот решили хотя бы так показать, что что-то у них там получается. Ну, а как вообще ведется подготовка в России к празднованию? Потому что всегда это масштаб, всегда Путин любил, чтобы всего было много, блестело, вот это диктаторские замашки такие. Сейчас даже Шойгу говорит, что будет скромный парад, потому что, если в прошлом году, по-моему, 200 было, точнее, до полномасштабного отражения было 200 единиц техники на параде, сейчас будет около 70. С чем это связано? Они боятся или просто нечего показывать? Ну, я думаю, что и то, и другое. Во-первых, действительно, как мы помним, та техника, которая выходит на парад, а потом оказывается, что это какой-нибудь единственный пробный экземпляр, которых больше и нет. Так что и каждый раз после этого журналисты это ловят, и про это говорят, и это, собственно, не очень приятная история для Министерства обороны. С другой стороны, конечно же, опять-таки, они боятся дроновых атак и вообще чего-то еще. В конце концов, и партизаны есть, и, соответственно, лучше укоротить все эти торжественные мероприятия, дабы чего не вышло. Ну и мы знаем, что во многих регионах российских уже парады отменены. Да, то есть, ну, потому что, собственно, средства противовоздушной обороны есть в Москве, но в других местах их просто нет. Поэтому, чтобы не было вот этой картинки, когда дрон прилетает в середину парада, я думаю, что многие губернаторы предпочли просто парады отменить. Ну, и это говорит о том, что, безусловно, сегодня война уже пришла и на территорию России. Как бы многим не хотелось сделать вид, что это где-то далеко, и их не касается. Ну, вот, действительно, во многих городах отменили, по-моему, в четверти регионов страны. Но есть идея провести во всех городах героях, вот в России, эти парады. Ну, и детей заставляют также сейчас приглашать в школы участников войны в Украине. Их даже сейчас приравнивают к тем, кто воевал во Второй мировой войне, и детей заставляют с ними общаться. Но при этом многие из солдат, которые придут в школу, то есть из тех, кто участвует в войне в Украине, они жалуются, что это всего лишь показуха, потому что реальное отношение совершенно не такое. Вот, например, власти в Оренбургской области отказались выплатить мобилизованным, чье жилье затопило в результате паводка, деньги. О подобных случаях пишет телеграм-канал «Можем объяснить». Вот дом семьи мобилизованного, например, затопило по крышу. Это реальная история. Компенсацию не дали, потому что не нашли подтверждения факта проживания в этом помещении заявителя. Вот такой парадокс. Этот заявитель находился на фронте с осени 22-го года, его дом затопило, и ему говорят, вы не жили здесь? Ну, действительно же не жил, он же на фронте был, собственно. Понятное дело, что такая чиновничья карусель, чтобы отправить человека подольше. И завтра они вообще скажут, ну вы же хорошие деньги получаете, когда воюете. Ну вот вы стройте свой дом на эти деньги. Какого черта, так сказать, вам еще компенсацию платить? Но опять-таки не будем забывать, что все эти компенсации по поводу наводнений вообще копеечные. Потому что тоже российский бюджет не резиновый, и на все денег не хватает. Сегодня основные расходы бюджета – это военные расходы. Плюс там пенсии и прочие социальные выплаты. Поэтому, конечно, при таком гигантском масштабе наводнения, они просто боятся, что если начнут выплачивать еще здесь компенсации, то бюджет совсем рухнет. Поэтому и пытаются найти любые отговорки, чтобы людям не платить. Это тоже вполне вот этой чиновничьей логики. Ну вот нехватку бюджета ощущают и чиновники, которые работают на временно оккупированных территориях Украины, и вот которые поехали туда по призыву Кремля. И сейчас есть сообщение, что многие из них пытаются покинуть так или иначе свои посты, чтобы как-то продолжить карьеру в России. Медуза об этом написала. Потому что они-то почему приехали? Думали, война скоро закончится, деньги польются рекой в эти регионы. Оказалось, нет, война затягивается. И вот работа на постоянной должности уже ими воспринимается как вахта. Почему еще они могут вот так бежать из этих регионов? Ну они-то думали, что это такой карьерный рост. Они немножко там поработают и вернутся обратно в Россию с повышением. А тут оказалось, что, во-первых, непонятно, сколько их там придется работать. А во-вторых, извините, там же чиновников периодически то в машине взорвут, то местные жители отравят, то еще что-нибудь произойдет. И они поняли, что, вообще говоря, такая карьера, такой карьерный рост может закончиться просто смертью. Поэтому лучше уж как-то иначе пытаться свою карьеру строить. Но здесь лучше не работать. Ну, действительно, уже мы видели в так называемой ДНР увольнение одного из высоких чиновников. Ну и тенденция тоже продолжается. Ольга, спасибо большое за то, что присоединились к нашему эфиру. Нашли время. Ольга Курносова, российский политический аналитик, была на связи с Фридомом. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фридом, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова